Девушки отдыхают Своего рода, окно в прошлое заглянув, в которое вы сможете оценить колоссальную силу воздействия потока пропаганды, который нацизм обрушивал на голову немецкого народа, этих людей, оказавшихся в положении пассажиров переполненного автобуса с включенным громкоговорителем. В период, последовавший сразу за Первой мировой войной, национал-социалистическая партия Германии, известная также под именем наципартии, ведомая Адольфом Гитлером, являла собой почти неприметное темное пятнышко в политическом спектре с Германией. Крах антиамериканской банковской системы в 1929 году оказал разрушительное воздействие на послевоенную экономику Европы, включая Германию, и поставил ее на грань банкротства. В этой мутной воде нации поймали свою удачу, и к выборам 1932 года они оказались самой многочисленной партией в Рейхстаге. В апреле 1933 года Гитлер стал канцлером Германии, главой государства. Первым его шагом стало установление государственного и личного контроля над средствами массовой информации. Уже тогда доктор Йозеф Геббельс положил начало своему министерству пропаганды «Империи лжи». Уже тогда созревали планы тотального манипулирования сознанием немецкого народа посредством нацистских порядков и сбалансированной пропаганды. Искусство, музыка, радиовещания, хроника, художественное кино – все было объектом внимания этой империи, а очень многое не просто подвергалось цензуре, но и было произведено или задумано в недрах министерства. С появлением звукового кино кинематограф стал мощнейшим из известных средств воздействия на массовое сознание. Художественные и документальные фильмы, ролики, кинодовостей и хроник – все было поставлено на службу министерству. Используя лучших режиссеров, операторов, сценаристов, редакторов и композиторов, министр пропаганды Геббельс мог выпускать продукцию, которая до наших дней поражает качеством и сбалансированностью изображения и звука, и оказывает мощное воздействие на зрителя. Поток пропаганды создавал у зрителей впечатление победоносного шествия бравых арийцев по всем фронтам при редких и незначительных потерях и восторженные клики покоренных народов, которые только и ждали, чтобы их покорили. Не меньше сил отдавала нацистская пропаганда созданию дурного имиджа Лиги Наций, которая отказывалась поддерживать нашего любимого фюрера. Этот взгляд изнутри поможет нам разобраться, как мог немецкий народ принять Гитлера, стать строителем Третьего Рейха и сохранить приверженность этой власти в войну и лишение. Наш фильм призван напомнить, что хотя мир справился с этой бедой, и этот мрачный период истории позади, национализм, тирания и пропаганда все еще живы сегодня, как и раньше. Мы не ждем приказов от государства. Наоборот, мы отдаем ему приказы. Государство не создавало нас. Наоборот, мы те, кто призван построить государство. Движение живо, и основание его тверды, как скала. И пока бьются наши сердца, мы будем посвящать свою жизнь этому движению, нести на себе все его тяготы, как мы всегда делали. За этими отрядами последуют новые, и так будут объединены все земли. И так сложится одна нация, монолитная, как ваши ряды. И то, что было раньше народами, люди, прежде разделенные национальностями, вольются в эту железную колонну, как один человек. Фюрер направил обращение правительством западных стран, в котором говорит о стремлении немецкого народа к миру, и в то же время о готовности вермахта отразить любое нападение. Противники пытаются развернуть все новые стратегические плацдармы в Скандинавии. Карта полуострова. 9 апреля 1940 года фюрер отдал приказ о наступлении. Через 10 часов немецкие войска захватят Данию и Норвегию. Дания. 9 апреля 1940 года. КОНЕЦ Норвегия. 9 апреля 1940 года. КОНЕЦ 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 Образцово объединили свои усилия три вида немецких вооруженных сил. От Норвегии до Британских островов протянулся могущественный фронт против Запада. Общеармейский приказ. Репортерам кинохроники Верховного командования армии, пропагандистских компаний и войск кинохроники. Не считаясь с потерями, снимать шаг за шагом сражающиеся войска. Часть этих материалов, отснятых французскими и английскими кинокомпаниями, была захвачена во время наступления наших войск. Солдаты Западного фронта. 10 мая 1940 года наступил час решающей схватки за будущее немецкой нации. У немцев нет ненависти и вражды к французскому или английскому народам. Но сегодня встал вопрос о жизни и смерти. Многомесячная подготовка закончилась. Англия и Франция пытаются развернуть крупномасштабное наступление через Голландию и Бельгию по направлению Кроурской области. Солдаты Западного фронта. Такими они вступают в этот решающий час. Начинающаяся сегодня борьба определит судьбу немецкого народа на ближайшие тысячелетия. Немецкое командование получило сведения о том, что мощные силы противника, французские и английские дивизии при поддержке голландского и бельгийского правительств концентрируются под Лиллем и получили приказ открыть крупномасштабное наступление на нашу страну через Роурскую область. Шлагбаум на бельгийской границе открывается для прохождения сил Западной армии. Шлагбаум на бельгийской границе Шлагбаум на бельгийской границе Шлагбаум на бельгийской границе В то время, когда на западных бельгийских и голландских границах отсутствуют какие-либо укрепления, на восточных их рубежах по реке Маас, равно как по всем голландским приграничным каналам и территориям, воздвигнуты мощные укрепления. Против коварных замыслов врага фюрер выдвигает собственный искусный план действий. Здесь обсуждается ход операции с командующим Западного фронта генерал-полковником фон Брауфичу. Немецкие силы сконцентрированы на восточной границе и находятся в состоянии боевой готовности. Группа войск Б под командованием генерал-полковника фон Бока с правого фланга и группа войск А под командованием генерал-полковника фон Рундштета в центре должны перейти в наступление. Группа войск С под командованием генерал-полковника фон Лейеба с левого фланга, в свою очередь, должны наступать на укрепление по реке Саар. В ночь с 9 на 10 мая передаются судьбоносные приказы. Первые приказы отдает начальник генерального штаба генерал артиллерии Гальдер. КОНЕЦ Летящие над бельгийскими дорогами и голландскими каналами десантники первыми начинают это наступление. КОНЕЦ Летящие над бельгийскими дороги Музыка Их 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Командование противника возлагает на эти укрепления И сосредоточенных в них 100 тысяч солдат большие надежды Воздушные силы наносят неожиданный массированный бомбовый удар по линии укреплений И тем самым повергают противника в бедственное положение Вслед за летчиками в наступление переходят немецкие артиллеристы и пехота Перед атакой на форт Эбен-Эмаль необходимо очистить подход к Саару и каналу Проход по мосту освобожден Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Атака продолжается под вражеским огнем И вот первое подразделение немецких десантных войск Должно переправиться через канал под прицельным артиллерийским огнем противника Пламенем охвачено четвертое оборонительное сооружение За ним находится форт Эбен-Эмаль Субтитры создавал DimaTorzok 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 Уже в первые часы 11 мая Эбен-Эмаль капитулирует Весь мир содрогнулся Во время штурма погибло несколько немецких солдат Мужество которых стало выкупом за свободу На сцену выходят немецкие войска первого эшелона На центральной части канала располагаются многочисленные оборонительные сооружения Первой задачей становится их уничтожение Субтитры создавал DimaTorzok 18-я армия генерала фон Кюхлера и 6-я армия генерала фон Рейхенау Выдвигаются на боевые позиции Все еще ведутся бои за мосты Мойердика и Роттердама Крепости Голландии вынуждены сдаваться Генералы армии совещаются с командиром СС Генералы армии совещаются с командиром СС Голландия капитулирует Голландия капитулирует Голландия капитулирует Голландия капитулирует Соль достигнута Наступление на Рурскую область остановлено Территория прочно удерживается немецкой армией. Другие части немецких сил продолжают наступление на полях Бельгии, наталкиваясь на сопротивление противника. Противник бросает в бой танки. Навстречу друг другу движутся танковые дивизии Парижа и Берлина. Во французской дивизии есть и прославленные тяжелые танки. Немецкое командование отдает приказ отразить танковую атаку. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Из шпал, проходящей по берегу реки дороги, сооружается мост для переправы через Маас. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Между «Мовеш» и «Седаном» идут бои. Благодаря мужеству солдат войск группы А после артподготовки взят один из наиболее укрепленных пунктов линии обороны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Немецкой танковой дивизии, несмотря на мощный артиллерийский огонь противника, удается сделать первые бреши в линии обороны. Продолжение следует... Продолжение следует... Девятая французская армия разгромлена. Начальник генерального штаба генерал Жиро вынужден сдаться в плен. Операция разворачивается дальше. По ходу наступления пехоты занимают новые позиции немецкой артиллерии и поддерживающие пехотинцев танковые соединения, уверенно продвигающиеся к Ла-Маншу. Продолжение следует... 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 Не отстают от солдат и немецкие оружейники Победы немецкой армии доказали их высокую квалификацию По приказу генерала-лейтенанта артиллерии Фромма На родине изготавливаются столь необходимые боеприпасы Вторая и четвертая армии под руководством генералов фон Вейхса и Штрауса Выдвигаются в сторону фронта, который пополнится не только резервами боевой техники, но и свежими силами После тяжелого перехода солдаты останавливаются на короткий отдых Субтитры создавал DimaTorzok 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 Верховное командование вермахта сообщает Наши войска наступают широким фронтом и повсюду вынуждают противника к отступлению Форсированы река Тома и канал Эдель Франция обратила свой взор на своего нового генералиссимуса Вейгана и его стратегическую линию обороны Каждая деревня на этом участке превращена в крепость, защитники которых получили приказ сражаться до последнего Субтитры создавал DimaTorzok 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 В боевой готовности выстроились немецкие танки на южном берегу Воздушная разведка докладывает о концентрации танковых войск со стороны противника Субтитры создавал DimaTorzok 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 В контрнаступление переходят артиллерия и войска первого эшелона Субтитры создавал DimaTorzok И вот перед немецкими войсками лежит самый крупный морской порт, который снабжает Париж Стремясь остановить наступление, противник поджигает склады горюче-смазочных материалов, находящиеся на пути немецких войск Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Немецкие войска также переходят в наступление Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наступление на линию Вейгана, начавшееся 5 июня, продолжается и влечет за собой новую крупную операцию На 9 июня назначено наступление по трем направлениям армии генерал-полковника фон Рундштетта И еще через 5 дней выступит 1-я армия генерала фон Витцлебна и атакует центральную часть линии обороны Мажино И наконец 15 июня к наступлению присоединятся и остальные силы вермахта, сосредоточенные на этом участке Задача полное уничтожение французской армии Особую роль в этом наступлении играют танковые соединения под командованием генералов фон Клейста, Гепнера и Курца Утром 9 июня на реке Тома начинается эта крупномасштабная операция Первые снаряды немецкой артиллерии направлены на линию Мажино Огонь на уничтожение не может помешать атаке немецких солдат Огонь на уничтожение не может помешать атаке немецких солдат Прирамонсан Огонь на уничтожение Субтитры подогнал «Симон» «Симон» И вот немецкие солдаты Улимарна, самой укрепленной точки линии обороны. Под вражеским огнем отважный сапер перетаскивает на противоположный берег трос для наведения переправы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немецкие войска фронтально атакуют и оборонную линию Парижа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 14 июня Париж в качестве высокой награды за стратегию переходит в руки немецкой армии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Генерал-полковник фон Бокк и генерал фон Фюхлер принимают праздничный парад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Железный крест и знак отличия вручаются солдатам, стойко выдержавшим двухнедельный поход, бои и атаки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но война не закончилась падением Парижа. Потерпевшие решающие поражения войска неприятеля под натиском немецких сил отступают в Британию, Нормандию и в окрестности Луары. Однако пока устояли и некоторые крепости. 14 июня немецкие солдаты атаковали Верден, где в 1918 году немцы потерпели поражение. Так началось наступление группы войск С на реке Саар и в Верхнем Рейне. Этой операцией должен завершиться решительный разгром французской армии. Цель операции – захват французских крепостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За линией немецкой артиллерии находятся танки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вердене у знаменитого памятника жертвам Первой мировой войны принимает парад победителей, командующий 16-й армией генерал Буш. За армией следуют пленные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немецкая первая армия выступила 14-го июня с укреплений на реке Саар, и движутся навстречу 16-й армии, наступающей с юго-запады. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отдельные не сдавшиеся части французской армии пытаются удержать линию Мажино. В последний раз заряжаются снаряды в это страшное орудие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немецкое наступление под командованием генерала фон Витцлебена предваряет арт-подготовка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...